Сегодня в 5 часов 20 минут утра на первом этаже в третьем подъезде девятиэтажки на бульваре Денисова-Уральского 4 под дверью 66-й квартиры вице-президента компании Уралбизнеснефть Леонидов имена прогремел взрыв. В 5 часов проснулись, вскочили, взрыв был очень сильный, 5 часов утра. Вот и все. И вышла дверь вот эту и эту, у нас вышла обе двери. И дверь в целом устояла, хотя бомба покорежила металл довольно серьезной и повредила вторую внутреннюю деревянную дверь. В соседней 65-й квартире внутреннюю дверь сорвала с петель. Кроме того, взрывной волной вышибла все стекла в подъезде вплоть до площадки третьего этажа и искорежила лифт. Внешнюю дверь на первом этаже сотрудникам ЖЭКа пришлось попросту снять и унести. Лифт, естественно, отключили. Его теперь нужно менять. Ремонт надо делать капитальный, а как? Делай с этим, раз посажал лифт. Делать надо для людей, а как? Не останешься, так мы без этого. Сделают все. Выезжавшие на место происшествия специалисты взрывотехники, работавшие в составе следственной оперативной группы, предварительно указали в качестве эквивалента взрыва 200 граммов тротила. В подъезде некоторые стены и перегородки пошли трещиной. Известно, что еще в первой половине дня вице-президент Уралбизнеснефти Леонид Фомин, под дверями квартиры которого взорвалась бомба, заявил, что не связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Хозяйка квартиры Ольга Ключерева, по-видимому это была она, из-за двери раздавался женский голос, с прессой общаться не пожелала. Не открыла она даже присланному Леонидом Фоминым сотруднику Уралбизнеснефти, и тот дожидался ее на улице, сидя с товарищем в машине. Ничего конкретного этот мужчина пояснить не мог. И то верно, он ведь не родственник, и во время взрыва его в пострадавшей квартире не было. Я вообще ничего не знаю. Дело в том, что меня из контора отправили, вот я приехал делать ремонт. Вот и все. Соседка из 65-й квартиры также ничего про причину взрыва или, например, про угрозу Леониду Фомину и его родным сказать не могла. Как это часто бывает в больших домах, соседи почти не общаются между собой. Вы знаете, редко очень мы с Ниной общаемся, поэтому даже, я не знаю, даже не могу сказать. Я просто еще, знаете, впечатления такие, что... Вот так вот. Правоохранительные органы рассматривают сейчас, естественно, все версии случившегося. А про бомбу на сегодня известно, что это было безоболочное и, возможно, самодельное взрывное устройство. Самое же главное, при взрыве сегодня никто не пострадал. Нет, слава Богу. Слава Богу, что никто и дети в квартире, так что... М-hm. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова